Добрый день! Я рад вас приветствовать на канале SEOPult.TV. Меня зовут Олег Рудаков и я директор по развитию направления аналитики в интерактивном агентстве Agima. Мы с вами сегодня поговорим о проведении АБ-тестов для повышения конверсии вашего сайта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Будем обсуждать вопросы, которые у вас возникнут в работе. Сегодня мы с вами поговорим о трех больших частях. Во-первых, обсудим, какие есть ограничения и принципы проведения АБ-тестов. Дальше обсудим, откуда можно получить гипотезы, чтобы провести качественные АБ-тесты, которые дадут прибавку в конверсии сайта. И потом обсудим, как использовать два инструмента тестирования. Это контентные эксперименты в Google Analytics и Google Optimize. Итак, давайте начнем и бизнеса. И эту конверсию можно разложить по большому счету на две части. Это увеличение конверсии трафика, чтобы мы привлекали более целевую аудиторию или больше целевых пользователей с заданным бюджетом. И второе – это повышение конверсии нашего сайта, так, чтобы он был удобен и вся целевая аудитория, которая перешла на наш сайт, могла сконвертироваться и принести нам профит. Когда мы работаем над повышением конверсии сайта, мы проходим пять элементов. Во-первых, мы определяем, что мы хотим увеличить. Какую конкретную конверсию? Например, это может быть конверсия в добавление в корзину или конверсия выкупа или просмотр каких-то определенных видеороликов на нашем сайте. Дальше мы формируем гипотезы, что и как мы хотели бы изменить. Изменить можно цвет, текст, call to action, и об этом мы тоже еще поговорим. Дальше с помощью инструментов тестирования мы готовим подменные варианты страниц, для того, чтобы дальше при запуске теста мы могли посмотреть конверсию оригинальной страницы и конверсию подменной. И на основании данных принять решение о том, какой вариант нам лучше выбрать. Дальше мы запускаем эксперимент, ждем, когда у нас наберется достаточно статистики, для того, чтобы результат был статистически достоверным. И дальше мы проходим этот цикл, когда хотим внести еще какие-то новые изменения на нашем ресурсе. Основной принцип AB-тестирования прост. Части пользователей мы показываем одну страницу, оригинал, а части пользователей подменную. И в итоге смотрим, какова конверсия у пользователей в обоих из этих вариантов. При этом у нас может быть не только AB-тесты, но более сложные варианты. Собственно, что такое AB-тест? Это может быть не только AB, когда у нас есть оригинал и подменный вариант, но ABN-тест, когда у нас есть оригинал и несколько подменных версий. Собственно, в таком виде теста мы заменяем какой-то один блок или элемент. Обычно в этом случае приводят пример изменения цвета кнопки. Мы знаем, что этот цвет потенциально может повлиять на конверсию. Части пользователей мы покажем красную, части зеленую, части желтую. При этом мы не изменяем больше ничего на странице и смотрим, насколько изменение именно одного элемента влияет на конверсию. Другой вариант — это сплит-тест, когда части пользователей мы показываем одну страницу, а второй — другую. Например, кому-то мы можем показывать текстовое описание нашего продукта, кому-то видео, а кому-то интересные и подробные картинки. В таком случае у нас страницы отличаются, и мы показываем разным пользователям разные варианты. И последний вариант тестов — это многовариантное тестирование. Если мы с вами знаем, что на конверсию страницы влияет заголовок, call to action на кнопке и цвет кнопки, мы можем придумать несколько вариантов изменения каждого из этих элементов. При этом мы сразу не можем предположить, что будет лучше работать. И мы, загружая в систему все эти изменения, просим ее перемешать их и показывать разным пользователям. В таком случае мы можем сразу несколько изменений протестировать и выбрать наиболее конверсионный вариант. Что можно тестировать? В принципе, все что угодно. Но нужно понимать, что тесты хороши для того, чтобы понять изменения конверсии и поднять конверсию. То есть тестировать нужно все, что влияет на конверсию. Это могут быть тексты, это может быть call to action, цвета кнопок, это может быть изменение контента, как видео, фото, так и текстов. Это может быть добавление какого-то дополнительного функционала, например, новый расчетчик или калькулятор. Поэтому мы в принципе вольны с помощью инструментов тестирования вносить любые изменения. Но при этом стоит помнить, что, во-первых, тестировать нужно все, что влияет на конверсию. Если вы хотите увеличить количество страниц, которые читают ваши пользователи, и для этого в тесте в футере в подвале страницы добавляете больше гиперссылок, не ждите результата. Потому что, скорее всего, никто до этой части страницы и не доскроллит. Поэтому тестирование будет бесполезным. Поэтому при формировании гипотез нужно понять, насколько тот или иной блок или элемент вообще влияет на конверсию и стоит ли его тестировать. Ну и второе, о чем важно помнить, необходимо тестировать те страницы и тот функционал сайта, на которые приходят достаточно пользователей и достаточно конверсий. Потому что АБ-тест, правильный АБ-тест завершается, когда мы набрали статистически достоверные данные. То есть, когда система тестирования проверила, что те результаты, которые мы получили, можно внедрять в реальной жизни и конверсия не ухудшится. При этом мы заранее можем рассчитать длительность теста, которая позволит нам получить статистически достоверный результат. Есть огромное количество калькуляторов, как в веб-версии, так и в Excel, в которых вы можете произвести нужные расчеты. Ссылку на один из калькуляторов вы можете видеть на слайде. В этом калькуляторе вы вводите конверсию оригинальной страницы, насколько вы готовы увеличить конверсию в вашем тесте, количество вариантов тестирования, количество пользователей в день и ту долю пользователей, которых вы включили в тест. Потому что не обязательно тестировать все на 100% пользователей. В итоге система вам выдает, а сколько дней вам примерно нужно для того, чтобы получить статистически достоверный результат. Обязательно проверяйте, не получается ли, что длительность теста это несколько месяцев. Тогда вам стоит выбрать что-то, что даст результат гораздо быстрее, вы его внедрите и уже будете получать больше конверсий. Кроме того, что мы можем рассчитать длительность, также нужно рассчитать и то количество конверсий, которое необходимо для получения статистически значимого результата. Ссылку на один из калькуляторов вы можете видеть на слайде. Мы вводим с вами количество пользователей и конверсий для оригинальной и подменной страницы. И система говорит нам, является ли этот результат статистически значимым. То есть, таким образом, мы можем заранее до проведения теста просчитать и его длительность, и количество конверсий, которые должны быть. Это позволит нам избежать ситуации, когда мы проводим тест и слишком долго ждем получения необходимого результата. Теперь давайте обсудим, а откуда же мы можем получить гипотезы для того, чтобы проводить тесты. Причем гипотезы, которые позволят нам в итоге получить больше конверсий. Есть несколько возможных вариантов. Давайте обсудим некоторые из них. Во-первых, мы можем почитать интересные статьи с кейсами, или послушать доклады на конференциях. Хороший вариант. Но при этом стоит учитывать, что пользователи, их портреты, поведение отличаются на разных сайтах. И не факт, что тест, который дал хороший результат у ваших коллег, будет давать хорошую конверсию у вас. Кроме того, стоит понимать, что и функционал сайтов разный, и технические ограничения также возможны. Второй вариант – это протестировать все, что вызывает споры продуктовой команды. Если, например, вы разрабатываете калькулятор страхового продукта, и часть ваших коллег говорит о том, что здесь обязательно должно быть это поле, вы говорите, что, скорее всего, нужно перенести на следующий экран, это как раз звонок к тому, чтобы провести качественный тест и развеять все споры на основе данных, на основе реальной конверсии. Следующий вариант – это формулировать гипотезы, исходя из данных систем веб-аналитики, Google Analytics и Яндекс.Метрики. Конечно, если вы их заранее правильно, корректно настроили. Об этом мы с вами поговорим подробнее, обсудим, какие отчеты стоит проанализировать и на какие данные обратить внимание. И последний возможный вариант – это проведение исследования пользовательского опыта. Дальше мы кратко с вами попробуем обсудить, что необходимо сделать для того, чтобы получить данные конкретно по своему сайту и по поведению именно ваших пользователей, для того, чтобы потом внести необходимые изменения и провести АБ-тест. Итак, давайте начнем с данных систем веб-аналитики. Что нужно посмотреть и на что ориентироваться? Во-первых, обратите внимание на соцдем ваших пользователей. Если это молодые пользователи, то смотрите за трендами на новых сайтах. Если это более возрастная аудитория, то посмотрите на крупных игроков рынка. Они зачастую не меняют интерфейс очень часто не потому, что не хотят, а потому, что он и так отлично работает и аудитория к нему привыкла. Возможно, отсюда вы можете подчеркнуть какие-то идеи для тестирования. Обязательно посмотрите, какие страницы наиболее часто вызывают интерес у ваших посетителей. Сколько их просматривают, каково время просмотра. Ориентируйтесь не только на конкретные страницы, но и на функционал. Зачастую все сортировки, поиск и так далее мы можем увидеть также в этом отчете. И таким образом понять, что сортировка по цене используется чаще всего, а остальные не используются. Возможно, нам нужно сразу каталог отсортировать по цене и получить результат. Обращайте внимание на показатель ценности страницы, если у вас настроена электронная торговля Google Analytics. Ценность страницы считается очень просто. Если пользователь просмотрел на сайте 5 страниц и купил на 500 рублей, к каждой странице припишется ценность в 100 рублей. Таким образом мы сможем с вами понять, как генерируют страницы деньги, которые мы в итоге получаем. Обратите внимание на блог, на его статьи, на каталог, на сортировки. Все то, что вы можете почерпнуть из этого отчета. Обратите внимание на страницы входа. Но при этом старайтесь смотреть их вместе с ключевым словом, с поисковым запросом или с вашей меткой UTM-терм, если вы используете UTM-метки. Это вам позволит понять, что хотел пользователь из ключевого слова и куда он попал. Дальше мы сможем с вами увидеть, что часть пользователей отвалится, исходя из показателей отказов, а по остальным мы сможем понять, что они идут дальше по сайту. И зачастую в картах увидим, что пользователи двигаются именно так, как нам необходимо. Обратите внимание на страницы выхода. Это страницы, которые были последними в сеансе у пользователей. Отсюда мы можем понять, что какие-то, возможно, важные для нашего бизнеса страницы, например, шаги оформления заявки, часто фигурируют в этом отчете. То есть пользователи часто отсюда уходят, и тогда мы понимаем, что более детально нужно посмотреть данные именно по этой странице. Ориентируйтесь и на переходы между страницами. В Google Analytics мы можем посмотреть, как пользователи пришли на ту или иную страницу и куда они ушли дальше. Пробейте все важные страницы оформления заказа, заявки, каталог, корзину. Посмотрите, как перемещались ваши посетители между этими страницами. Обязательно посмотрите более детально пути пользователей на сайте. Поймите, откуда они начинают свой путь, куда они в итоге проходят и откуда выходят. Зачастую мы понимаем, что когда мы разрабатывали сайт, те сценарии, которые мы закладывали, они остались лишь на бумаге. На самом деле пользователи совершенно иначе взаимодействуют с сайтом. В таком случае мы можем в тесте проверить, а что будет, если мы вместо шага А покажем пользователю шаг Б, тот, который быстрее его приблизит к конверсии. Скорее всего, это тоже даст нам результат. Обязательно проанализируйте поисковые запросы, которые вы получаете из поиска на вашем сайте. Пользователи зачастую ищут либо товары и услуги, либо какие-то важные разделы. Если вы видите, что часто ищут оплату или доставку, условия подъема на этаж или какие-то иные важные запросы, обязательно продумайте, где разместить этот контент. Сделайте его более видным. Добавьте его в меню. Сделайте подсказки на страницах, в которых пользователи соприкасаются с этим вопросом. Обязательно поищите страницы, с которых пользователи выполняли запросы. В Google Analytics также есть эта информация. Если при оформлении заказа на странице выбора оплаты пользователь начинает искать оплату и доставку, мы понимаем, что ему не хватило информации на той странице, где он был, и ему нужно ее предоставить. Обязательно смотрите за всеми воронками, потому что как только пользователи выходят из воронки конверсии, будь то оформление заказа или заявки, часть пользователей мы с вами уже потеряли. Поэтому старайтесь из этих отчетов понять, где нам необходимо разместить всю информацию, чтобы пользователи не выпадали из воронки. Обязательно используйте события. В Google Analytics, напомню, можно отправлять события, но не обязательно настраивать их как цели. С помощью событий стоит отслеживать все функциональные элементы на сайте. Это может быть взаимодействие с отдельными полями формы. Это могут быть ошибки этих полей форм, отправка формы и вообще взаимодействие со всеми важными блоками. Таким образом мы сможем с вами дальше понять, какой функционал чаще используют, какой реже, и где пользователи более хорошо конвертируются. События приписываются к странице, с которой они отправлены. Поэтому мы можем просто ответить на вопрос, где лучше размещать самые интересные маржинальные товары на сайте. На главной странице, где у нас есть всего два места, в каталоге выше всего, или, например, на какой-то другой странице с отзывами. Обязательно анализируйте этот отчет. Когда вы настраиваете цели в Google Analytics, все постоянные последовательности действий, такие как воронки конверсии, должны быть у вас настроены. Для того, чтобы в отчете по визуализации последовательностей мы видели, как пользователи переходят между всеми шагами. Это позволит нам, во-первых, понять, где у нас самое узкое звено этой воронки, потому что фактически проходимость воронки равна проходимости ее бутылочного горлышка. Но кроме того, зачастую мы понимаем по тем страницам, куда ушли пользователи, чего им не хватило. Обязательно настраиваем воронки и анализируем данные по ним. Если у вас интернет-магазин, расширенная электронная торговля, Google Analytics предоставляет возможность построить еще одну воронку, в которой мы будем отслеживать поведение покупателей. Здесь будут данные по всем сеансам, сеансы с просмотрами карточек, с добавлением товара в корзину, с оформлением заказа и с транзакциями. То есть, таким образом, это стандартная воронка интернет-магазина. Отсюда мы тоже, во-первых, можем понять, где у нас самое узкое место воронки, а во-вторых, мы можем сегментировать эту воронку по типу пользователей, новые, вернувшиеся, по трафику и по некоторым другим параметрам, для того, чтобы определить, а где есть проблема и для каких пользователей, чтобы изучить ее более детально. Если у вас на сайте есть списки товаров, например, у вас интернет-магазин и все понятно, или же у вас сайт торгового центра и есть списки отдельных магазинов в категориях «Еда», «Отдых» и так далее. Вы можете настроить отслеживание взаимодействия пользователей со списками с помощью расширенной электронной торговли. Когда пользователь увидит элемент в списке, вы передадите данные о показе. Когда кликнет, соответственно, данные о клике. Таким образом, вы поймете, как пользователь взаимодействует с большими списками, где самые кликабельные позиции. Вы сможете связать это и с заказами, с доходом, который вы получите. То есть, таким образом, вы поймете, как лучше расположить товары на сайте. Вы сможете это протестировать, понять, что это действительно рабочий инструмент и сделать это на всем сайте в более конверсионном варианте. При этом обязательно, когда вы анализируете данные, не смотрите просто в отчеты, сегментируйте их, сравнивайте покупателей и непокупателей, сравнивайте тех, кто купил на огромную сумму и тех, кто купил на 100 рублей. Обязательно проверяйте тех, кто сконвертировался и не сконвертировался, особенно, когда мы говорим о сайтах, которые не продают, но на них есть функционал расчета, в калькуляторах есть форма обратного звонка, заказа и так далее. Обязательно сравнивайте поведение различных групп пользователей. Ну и, конечно, передавайте данные в пользовательские параметры. Все, что вводит пользователь в личном кабинете, пол, возраст, его интересы, количество детей, в дальнейшем это позволит вам посмотреть данные именно по этому сегменту, понять, как именно такие пользователи взаимодействуют с сайтом и интерфейсом, и придумать гипотезы, которые вам дадут прибавку конверсии. Кроме того, что мы можем использовать Google Analytics, конечно, мы не забываем про Яндекс.Метрику, потому что в ней есть большое количество функционала, именно для того, чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с нашим ресурсом. Во-первых, обратите внимание на карту ссылок. Кроме того, что вы поймете самые кликабельные ссылки на этой странице, вы всегда сможете по ним пройти, переключившись на взаимодействие с сайтом. То есть мы заходим на страницу, смотрим, а куда больше всего кликали. Соответственно, туда больше всего пользователей ушло. И таким образом мы можем проходить пользовательские пути, ровно так, как это делают наши обычные посетители. Кроме того, любую карту в Яндекс.Метрике можно сегментировать, так же, как и в Google Analytics. То есть посмотреть, как ходили по сайту те, кто выполнили определенную конверсию, и те, кто не выполнили. Сравнить, чем различается их пользовательский путь, и подумать, как тем, кто не сконвертировался, мы можем дополнительно что-то показать на сайте, чтобы привлечь их к конверсии. Обязательно смотрите на карты кликов, проверьте, нет ли элементов и блоков, которые посетителям кажутся кликабельными. Какие-то красивые картинки, которые не содержат в себе ссылки или не являются каким-то функционалом. И обязательно сегментируйте эту карту по пользователям с мобильных устройств. Потому что на мобильном устройстве все, что является кликом, это нажатие пальцем на экране. Таким образом, проверьте, не попадает ли что-то пользователю под палец, и не мешают ли ему какие-то баннеры. Обязательно проверяйте карту скроллинга. Вы можете найти много информации о том, что чаще всего просматривают первый экран. То есть ровно то, что открылось сразу на дисплее. Но зачастую мы можем видеть, что посетители читают страницу несколько иначе. Представьте ситуацию, что у вас есть баннеры на каждой странице из вашего сайта. Это ровно одна позиция, где есть слайдер из трех баннеров. Скорее всего, та страница, которая была посадочной у пользователя, на ней чаще смотрят в баннер. Но если посетитель переключится на следующую страницу и увидит ровно тот же самый баннер, он уже проскроллит его и не будет на него смотреть. Поэтому обязательно проверяйте, как же ваши посетители смотрят на страницы, для того, чтобы понять, весь ли нужный функционал, все ли призывы к действию вы разместили именно в той области, куда чаще всего привлекается внимание ваших посетителей. И, конечно, мы не забываем про вебвизор. Но здесь нужно помнить о том, что вебвизор хранит данные только за сегодня и за 14 дней до сегодня. Поэтому если вы решились с ним работать, то делайте это чаще, чем раз в месяц, для того, чтобы у вас было больше возможности просмотреть все записи, которые он сделал. При этом нужно знать о том, что в вебвизоре мы можем сегментировать данные. Зачем нам просматривать всех? Это огромное количество информации, которая зачастую не дает вам каких-то гипотез о том, что можно изменить на сайте. И вообще не дает никакого понимания. Поэтому обязательно сегментируйте. По источникам, по конверсионности. Что является самым, наверное, интересным. Если вы заранее озаботились этим и создали составные цели в Яндекс.Метрике, то мы можем посмотреть тех, кто выполнил, например, шаг 1, но не выполнил шаг 2. Ну или какие-то иные комбинации. Для того, чтобы понять, а где же были проблемы у пользователей? А с чем они конкретно столкнулись? Поэтому обязательно, так же, как и в Google Analytics, все воронки конверсии настраивайте в качестве составной цели. Потом, просматривая записи веб-визора, вы увидите огромное количество информации, которое в дальнейшем можно использовать для проведения АБ-тестов. Теперь давайте кратко обсудим, какое исследование вы можете провести для того, чтобы сформулировать гипотезу, основываясь не только на данных, то есть не только на количественных результатах, но и на качественных, то есть пообщавшись с вашими посетителями. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что это отдельная тема. Но кратко проговорим для того, чтобы было понимание того, что стоит сделать и какие есть особенности. Мы можем сказать о том, что такое диджитал-аналитика. Наверное, это не совсем к месту, но если вспомнить определение, которое дала Винаж Кошек 10 лет назад, то диджитал-аналитика — это не только анализ количественных данных, то есть данных систем веб-аналитике, но и анализ качественных данных, то есть все то, что вы можете получить из общения пользователями. Помните об этом? Именно такой подход дает вам огромное количество информации о том, что стоит изменить на сайте. В исследовании можно сделать несколько разных действий. Во-первых, настроить Google Analytics, настроить Яндекс.Метрику. Количественные данные нам всегда понадобятся для подтверждения качественных выводов. Обязательно проведите опрос на сайте. Постарайтесь узнать, кто ваши пользователи. Но не только их соц.дем, их доход и какие телеканалы они смотрят, но и то, зачем они пришли, как они о вас узнали изначально. Может быть, это был совет друзей или хорошая реклама. Обязательно узнайте, зачем они сейчас пришли, как часто они покупают, по какому критерию они выбирают, или почему они хотят оставить заявку на пластиковые окна именно у вас, чем вы выделяетесь. Используйте это дальше для того, чтобы сделать сайт более удобным для пользователей. Обязательно проводите юзабилити-тестирование. Проводите сессии с вашими посетителями, с вашими пользователями. Возможно, это большая задача, но стоит хотя бы попробовать это провести на лояльных пользователях или на новых пользователей, дав им какой-то бонус. Поговорите с ними. Обсудите, что можно изменить на сайте. Но при этом обязательно заранее составьте сценарий. Пройдите сами по нему. Проведите коллег. Поймите, что он логичен. И после этого уже общайтесь с вашими пользователями. Юзабилити-тестирование – это не просто разговор о том, что хочется изменить на сайте, но это проверка тех сценариев, которые вы выявили. В частности, вы можете их сформулировать на основе систем веб-аналитики. Именно таким образом вы получите информацию о том, что стоит изменить, и это реально будет нужно, и не будет просто мнением какого-то конкретного человека. Если у вас сложный каталог, если у вас сложное меню, обязательно проводите карточную сортировку. Раскладывайте меню на отдельной карточке, будь то в онлайне, для этого есть сервисы, или в оффлайне. Просите ваших посетителей, ваших покупателей, разложите эти карточки так, чтобы они понимали, где какая категория находится. Обязательно проводите и это исследование. Ну и общайтесь с вашими пользователями, проводите интервью, обсуждайте все то, что их гложет, в чем у них возникают проблемы. На этом этапе вы, скорее всего, поймете, что проблемы или, скажем, сложности есть не только на сайте и в интерфейсе, но и во всем, что касается бизнеса. Условия доставки, скорость доставки, работа курьерской службы, цены и все то, что у вас происходит, не обязательно в онлайне. Постарайтесь запомнить, записать и изучить эту информацию детально, потому что за счет небольших изменений зачастую можно увеличить конверсию вашего ресурса значительно, при этом даже не проводя АБ-тест. Когда мы размечаем сайт, мы обязательно должны с вами отслеживать все детали взаимодействий. Здесь мы должны помнить, во-первых, о событиях Google Analytics и отслеживать каждое ввод-поле, каждую ошибку, все-все-все, что может привести к появлению данных о том, как взаимодействует пользователь с интерфейсом. Обязательно настраивайте расширенную электронную торговлю, даже если у вас не интернет-магазин. Отслеживание взаимодействий с баннерами или отслеживание взаимодействий со списками, не обязательно товаров, а категории, кинофильмов, чего угодно. Все то, что есть в расширенной электронной торговле, и можно отлично использовать не только для интернет-магазинов. Исследуйте все точки касания ваших пользователей с бизнесом. Не только сайт, не только приложение. Обязательно вы должны изучить все, что касается доставки, оплаты, курьеров и так далее. То есть все возможные варианты. Сегментируйте вашу аудиторию на основании их поведения. Тех, кто часто покупают и очень лояльны к вам. Тех, кто пришел в первый раз и вообще не понимает, как сделать заказ. Тех, кто покупает много, потому что необходимо делать заказы не только себе, но и друзьям, коллегам и так далее. Обязательно сегментируйте. И обогащайте, старайтесь обогащать данные Google Analytics за счет пользовательских параметров. Если вы проводите опрос, вы можете связывать данные по пользователю, по его Client ID вместе с теми ответами, которые он сделал в опросе. И дальше загрузить эти данные в Google Analytics. Таким образом, у вас появится возможность анализировать те данные, которые Google Analytics в принципе не собирает. Это может быть работа, образование, доход. Все, что ответили вам пользователи. И тогда вы сможете взглянуть на данные системы веб-аналитики несколько под другим углом. Формируйте персонажи. Описывайте, кто ваш покупатель. Описывайте их привычки, их обычные сценарии поведения. В дальнейшем вам поможет это в работе. Когда вы составите эти персонажи, вы сможете всегда говорить с коллегами именно на языке персонажей. Вспоминая о том, что, например, у Татьяны есть какие-то проблемы с оффлайн-магазином. И ей хотелось бы покупать больше в онлайне, но она не может, потому что долгая доставка. Все то, что вам поможет говорить проще и быстрее формулировать гипотезы. И обязательно помните о том, что все вещи, которые вы получили на качественных исследованиях, например, в юзабилити-тестировании, это, по большому счету, мнение отдельных пользователей, отдельных людей. Старайтесь использовать количественные данные, данные системы веб-аналитике, данные опросов, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть те или иные выводы. При этом за счет использования количественных данных вы сможете еще и приоритизировать те сложности, которые стоит исправить. То есть поймете, с чего нужно начать. И в итоге сможете запланировать запуск тестов, потому что у вас будут данные о том, как часто это повторяется. Вы сможете продумать, насколько потенциально вы сможете увеличить конверсию. А когда проведете АБ-тест и узнаете реальный рост, сможете его записать в эту таблицу. И вообще будете вести полный лог тех АБ-тестов, которые вы проводите. Это вам позволит в дальнейшем не наступать на грабли и не делать одно и то же, а всегда вернуться к тому, что вы уже заранее сделали, записали и использовать уже проработанные данные. Итак, мы с вами обсудили основные принципы ограничения АБ-тестирования. Кратко прошлись по тому, откуда можно получить гипотезы для дальнейшего тестирования. Теперь давайте поговорим о том, как провести эти тесты, с помощью каких инструментов. Обсудим два инструмента. Это Google Analytics и Google Optimize. Поговорим о том, какие плюсы и минусы есть у систем и как в интерфейсе завести тест. Так, давайте начнем. В принципе, систем тестирования страниц есть огромное множество. Есть простые вещи, такие как Google Analytics, есть более сложные системы, например, Visual Website Optimizer, Optimizer или Google Optimizer. Если в Google Analytics для проведения хорошего теста нам необходимо с вами сверстать подменную страницу и выложить ее на сервер, то в этих системах мы можем с вами вносить изменения в VZV к редакторе. То есть система загружает через себя наш сайт, и мы мышкой можем двигать блоки, менять тексты, менять HTML, либо менять JavaScript. То есть вносить изменения довольно-таки просто, без дополнительной верстки. Ну а некоторые проводят тесты просто с помощью Excel, и каждому пользователю приписывая какой-то сегмент в Google Analytics, записывая пользовательский параметр. Но в этом случае вам необходим балансировщик трафика, который сам будет вместо этой системы распределять пользователей по разным группам и показывать им разные страницы. Давайте начнем с первого инструмента, это контентные эксперименты в Google Analytics. Плюсами системы являются, во-первых, использование всех отчетов и всех целей Google Analytics, потому что инструмент находится внутри Google Analytics и использует все его возможности. Ну и этот инструмент прост в настройке. При этом у него есть ряд минусов. Во-первых, мы не можем с вами проводить многовариантные тестирования. Можно проводить ABN-тесты или сплит-тесты. Нет возможности выбрать таргетинг для теста. И придется показывать всем, кто пришел на страницу. То есть нет возможности показывать только пользователям с мобильного, вернувшимся пользователям или посетителям по определенной UTM-метке. Это зачастую ограничивает наши возможности, потому что обычно мы хотим протестировать только на новых пользователях. Мы еще не уверены, что этот интерфейс будет работать лучше, поэтому не хотим снижать конверсию у тех, кто уже к нему привык. Еще один минус – это необходимость сверстать и положить на сервер страницу. То есть она должна быть доступна из интернета. Ну и последний, небольшой минус. У каждого эксперимента в Google Analytics есть свой код, который мы должны разместить на оригинальную страницу, и система будет с помощью этого кода понимать, когда того или иного посетителя нужно перевести на подменную страницу, а кого-то может быть оставить на оригинальную. Таким образом, мы не можем с вами один раз поставить код системы на все страницы сайта и дальше просто настраивать эксперименты. Каждый раз нужно добавлять этот код. Но после того, как мы добавили код, настройки очень простые. Мы заходим с вами в Google Analytics, переходим в группу отчетов по поведению и находим там эксперимент. Жмем «Создать эксперимент». Дальше несколько простых шагов. Задаем название эксперимента, выбираем его цель. Это может быть любая цель, которая уже настроена в этом представлении Google Analytics. Или это может быть все, что связано с электронной торговлей. Выбираем, какая доля трафика будет участвовать в эксперименте. Зачастую мы не хотим, чтобы все пользователи в него попадали, а выберем только часть. Мы можем включить оповещение по электронной почте, если произошли какие-то драматические изменения. Также мы здесь задаем минимальную длительность теста и настройка порога достоверности, статистической достоверности. Ну и последнее, что здесь можно выбрать, это необходимо ли равномерно распределять трафик между всеми вариантами. Если мы выключили эту опцию, то система будет больше трафика отдавать на тот вариант, который в текущий момент более конверсионный. Следующим шагом мы прописываем те страницы, которые являются у нас оригинальными и подменными. Заранее мы их сверстали, они выложены на сервер и доступны из интернета. Шаг очень простой. И последнее, что мы получаем, это код конкретного эксперимента. Будьте внимательны, в этом коде есть идентификатор конкретного эксперимента, то есть этот код нужно поставить только на страницу, с которой мы хотим переводить пользователь на подмены, а кого-то оставлять на этом оригинале. И дальше, после запуска теста, мы получаем с вами отчет, где видим, какой из вариантов получил больше сеансов, конверсий и также конверсию в процентах. Кроме того, система считает, насколько конверсия варианта больше, чем оригинала и подсчитывает вероятность превосходства над исходным вариантом. То есть мы понимаем, с какой вероятностью наш вариант победит. Таким образом, мы набираем статистически достоверные данные и система говорит о том, что тот или иной вариант выиграл. А может быть и оригинал выиграл, и все наши тесты были неправильными с точки зрения гипотез. Но любой тест, даже тот, который не дает прибавки конверсии, в любом случае позволяет нам проверить нашу гипотезу и понять, что возможно ее и не нужно было тестировать, нужно заняться чем-то другим. Теперь давайте обсудим второй инструмент Google Optimize. Он появился не так давно, но при этом у него есть огромное количество плюсов, за счет чего я его рекомендую использовать. Во-первых, он интегрируется с Google Analytics. В сравнении со сторонними сервисами, например, Visual Website Optimizer или Optimize.ly, здесь нам нет необходимости размещать дополнительные коды для отслеживания целей или дохода. То есть мы просто забираем данные из Google Analytics. Кроме того, мы можем выбирать таргетинги теста, показывать тем, кто пришел на определенную страницу, даже если мы тестируем весь каталог, показывать пользователям с мобильных, показывать пользователям по определенной метке или по какому-то пользовательскому параметру. Есть простой и понятный Vizivic Redactor. То есть мы сами мышкой можем готовить подменные варианты. И при этом можно задать несколько целей тестирования. То есть у нас есть основная цель и эксперимент будет продолжаться до того момента, когда по этой цели не наберется статистический достоверный результат. Но при этом есть несколько косвенных целей. Например, мы хотим увеличить средний чек, но при этом мы должны следить за тем, чтобы у нас не упало количество заказов. Кроме плюсов в системе есть буквально несколько минусов. Во-первых, в бесплатной версии Google Optimize есть ограничение по количеству тестов. Всего три. Три одновременных. Но при этом нам никто не запрещает завершить один тест и начать другой. Сбор данных в системе, а точнее атрибуция конверсии, отличается от Google Analytics, поэтому данные в отчетах Google Analytics и в Google Optimize будут расходиться. Зачастую это вызывает некоторый трепет. Давайте теперь обсудим, как использовать Google Optimize для того, чтобы запустить свой первый тест. Я думаю, что многие еще не познакомились с этим инструментом, поэтому начнем издалека создание аккаунта. Мы задаем название аккаунта и ничего сложного, принимаем условия пользовательского соглашения. Дальше у нас создается автоматический контейнер. Google Optimize можно разместить на сайте двумя путями. Либо поставить его код, именно код контейнера на все страницы сайта, либо запустить его через Google Tag Manager, в зависимости от того, что будет вам удобнее. Дальше мы увидим, какой код необходимо размещать на сайте и где находится идентификатор контейнера. Дальше мы с вами связываем аккаунт Google Optimize с Google Analytics, потому что данные система получает именно оттуда. Здесь нет ничего сложного. Из-под того аккаунта Gmail, под которым мы зашли в Google Optimize, мы должны иметь доступ к каким-то ресурсам Google Analytics. Именно с ними мы сможем провести связь. То есть мы выбираем нужный ресурс и выбираем конкретное представление. Это важно, потому что в зависимости от фильтров представлений в системе могут быть совершенно разные данные. Поэтому здесь необходима и такая детальная интеграция. Дальше мы получаем код Google Optimize. Мы можем либо разместить его на сайте, либо через Google Tag Manager. Код контейнера вы уже видите. Здесь буквально два кусочка. разместив которой вы сможете в дальнейшем уже запускать свой первый тест. После того, как вы поставили код на все страницы сайта, необходимо создать эксперимент. Первым шагом мы задаем название эксперимента и выбираем его тип. Это может быть AB-тест, многовариантный тест или эксперимент с переадресацией, то есть сплит-тест. Выберем что-нибудь простое. Например, AB-тест. Дальше мы уже находимся в настройках самого теста и должны выбрать цель тестирования. Здесь как раз у нас появится возможность выбрать все цели из Google Analytics. Цели и также транзакции. После того, как мы выбрали основную цель, можем выбрать еще несколько дополнительных. Еще раз скажу о том, что эксперимент будет завершен только когда по основной цели конверсия будет статистически значимо изменена. А дополнительные цели позволят нам посмотреть, а не случилось что-то еще параллельно тому, что мы улучшили. Следующим шагом мы должны с вами выбрать таргетинг. То есть задать, кому мы хотим показывать наш эксперимент. На какой странице мы зададим с вами дальше. Мы можем выбрать с вами все, что связано с URL, с поведением пользователя, географией, технологиями, переменами JavaScript, файлами куки, собственным кодом JavaScript, параметрами-запросами и даже переменами DataLayer. То есть это огромное количество вариантов таргетинга. Самое простое это все, что связано с URL. Или то, что мы можем выбрать по технологиям, устройствам, операционным системам и так далее. То есть здесь мы будем показывать эксперимент не всем пользователям, а какому-то конкретному сегменту. Мы всегда можем на основании данных Google Analytics выбрать нужный сегмент. Понять, что те или иные пользователи хуже конвертируются и увидеть, что им еще можно добавить на сайте для того, чтобы повысить их конверсию. После того, как мы выбрали цели и таргетинг, нам необходимо создать подменный вариант страниц. Кликаем на кнопку «Вариант» и он создается. Дальше необходимо внести изменения. Для этого нам нужно в свой браузер добавить плагин Google Optimize, но когда мы нажмем на изменения, система сама предложит это сделать, если это не было сделано раньше. после того, как мы добавили плагин и нажали «Добавить изменения», мы видим интерфейс страницы нашего сайта через Google Optimize. И вы видите, что мы можем изменять фактически любые элементы на странице. Мы можем их двигать, удалять, переписывать тексты, менять CSS, менять HTML и даже добавлять JavaScript. Здесь нас никто не ограничивает. Важно понимать, что пользователь увидит подменный вариант, если только загрузится страница сайта, прогрузится код системы тестирования и система поймет, что пользователь попадает в ту группу, в которой нужно показывать подменный, а не оригинальный вариант. Поэтому не стоит вносить изменения глобальные, потому что пользователю придется увидеть мерцающую перезагрузку страницы. Делайте либо какие-то небольшие изменения, либо те изменения, которые происходят после, например, клика. У нас может быть калькулятор на сайте. На первой странице изменения пользователь скорее всего заметит. А вот если будем тестировать вторую страницу, то ее загрузка происходит после клика по кнопке «Далее», и там это будет менее заметно. Но в любом случае мы не ограничены в вариантах тестирования. Это лишь мелочи, которые, по большому счету, очень редко на что-то влияют. После того, как мы создали вариант тестирования, нам остается всего лишь нажать кнопку «Запустить эксперимент». После того, как мы это сделаем, система начнет собирать данные и будет строить нам отчет. Мы сможем увидеть, сколько было пользователей между разными вариантами наших страниц и конверсию по основной и по дополнительным целям. Когда наберется достаточно данных и пройдет две недели. Это одно из условий проведения качественного теста, и в Google Optimize оно жестко задано. Тогда мы сможем с вами увидеть конкретный результат. Система скажет, что наш подменный вариант выиграл или наоборот проиграл оригинал. И мы поймем, нужно нам внедрять изменения на сайт или нет. Мы с вами обсудили основные принципы ограничения АБ-тестов, откуда можно почерпнуть интересные гипотезы для того, чтобы провести хороший АБ-тест, который повлияет на конверсию сайта. И кратко поговорили о том, как использовать эксперименты в Google Analytics и Google Optimize, отдельный инструмент АБ-тестирования. Я рекомендую вам проанализировать свои данные и как можно скорее запустить тест, чтобы быстрее увеличить конверсию вашего сайта. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!